Из Саратовской области нам не приходят десятки писем с мольбами о помощи, как из Карелии, но это далеко не значит, что в Саратовской области все хорошо. Вот у меня здесь лежит справка. В этой справке перечислены осужденные, которые отбывали наказание в колониях Саратовской области и которые подверглись там насилию. Подобные случаи происходили в колониях ИК-13, ИК-17 и многих других. Вот, например, один из них. Согласно заключению экспертов, смерть Сотникова наступила в результате перелома копчика и травматического шока. На теле имелись многочисленные ушибы, ссадины, кровоподтеки, перелом вывих копчика, кровоподтек с гематомой обоих ягодиц и множество других травм. Убийство Артема Сотникова – это, пожалуй, одно из немногих дел, когда сотрудники ФСИН были действительно наказаны за избиение заключенного. Пять человек попали за решетку сами на довольно большие сроки – от 9 до 12,5 лет. А вот аналогичные случаи. И здесь за избиение заключенных никто не наказан. Официальная версия гибели – падение. Читаем. На исходе первых суток в больнице Воловик отправился в душ, по пути обратно подскользнулся, ударился головой о тумбочку и получил травму. В возбуждении уголовного дела по факту гибели заключенного отказано. На самом деле правозащитники это постановление обжалуют до сих пор. Постоянно идут то отказы, то отмена отказа, потом опять отказ и отмена отказа. Ну, ровно как у нас в Карелии. Повсеместная практика – это когда против заключенных, которые пожаловались на пытки, возбуждают уголовные дела о ложном доносе. И здесь Саратовская область – просто передовик. Наверное, многие журналисты и простые люди слышали про дело Сергея Хмелева, которого отправили за решетку дополнительно за то, что он пожаловался на избиение сотрудниками колонии. В апреле 2015 года Сергей Хмелев обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что его избили сотрудники колонии ИК-17 Саратовской области, где он отбывал наказание. Избили почему? Потому что зимой, когда было холодно, Хмелев попросил, можно я надену свитер под робу? Ему отказали и побили. Хмелев поступил в больницу со следующими повреждениями. Перелом носа, перелом ребер, повреждение легкого и разрыв кишечника. Но уголовное дело по его жалобе не возбудили, а возбудили дело наоборот, против самого Хмелева, за то, что он якобы оболгал сотрудников ВСИН, заявив о том, что они его побили. Откуда взялись повреждения у Хмелева, разрыв кишечника, перелом ребер, непонятно. Наверное, он сам себя высек, как унтер-офицерская вдова. А вот недавний случай. Июль, Саратовская область, исправительное учреждение ЛИУ-3. Заключенные массово пишут жалобы на ненадлежащие условия содержания в штрафном изоляторе. Жалобы, в принципе, стандартные. Не выдают постельное белье, очень плохо кормят. Ну а самое главное, не работает канализация. С одной стороны, уж казалось бы, на что эти заключенные жалуются? Вот они такие преступники, совершили преступление. А тут, ути, боже мой, неженки, канализация у них не работает. Но вот вы представьте, что вы пытаетесь сходить в туалет, а все это выливается обратно. Вы представляете, какой запах стоит в этой камере постоянно? И сходить в туалет физически невозможно. И вот 10 июля 18 человек, которые находились в штрафном изоляторе колонии ЛИУ-3, написали заявление о том, что они объявляют голодовку. Потому что питаться в этих камерах физически невозможно. В камерах постоянно стоит ужасный смрад и запах гнили. Но администрация колонии отнеслась к голодовке не слишком благосклонно. 18 июля в колонию был введен спецназ в СИН, и заключенные заявили, что их побили. После чего некоторые перерезали себе вены. Через несколько дней, правда, все остальные сняли голодовку. Однако адвокаты говорят, что условия в колонии ничуть не улучшились. Мы по этому поводу написали письмо уполномоченному правам человека. И нам уже пришел ответ о том, что аппарат уполномоченного по правам человека возьмет эту ситуацию под контроль. Конечно, хотелось бы, чтобы люди, которые избивают заключенных, были наказаны. Но случается это совершенно не всегда. И тот случай с заключенным Сотниковым, обидчики которого в итоге поплатились, скорее исключение, чем правило. Но что может сделать уполномоченный по правам человека? Уполномоченный может сделать хотя бы так, чтобы заключенные могли питаться, чтобы заключенные могли сходить в туалет, чтобы в камерах не была неработающая канализация. И во многом мы работаем ради этого. Ради того, чтобы заключенным не приходилось объявлять голодовку, чтобы они содержались не как животные, а в нормальных человеческих условиях, чтобы могли выйти оттуда людьми. Редактор субтитров А.Семкин